Продолжение следует... 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 когда мы только учились так поступать, случаи были разные. Поэтому у нас на собраниях обсуждались и режимы, когда можно звонить детям, и когда детям нежелательно звонить. Ну, вообще телефоны у нас всегда находятся в ячейках. Но это не говорит о том, что ребёнок не имеет права во время перерыва взять телефон. Он просто знает, что когда звенит звонок на урок, телефон выключается и ставится в ячейку.